привет я роман душкин на научно-просветительском канале душкин объяснит и мы продолжаем изучать всякие биотехнологии погружаемся в протеомику изучаем белки и сегодня у нас на повестке дня наша тема вторичная структура биополимеров прошлый раз мы изучали первичную структуру биополимеров видео здесь а сегодня у нас вторично напомню биополимер у нас в биохимии рассматриваются три типа три важных класса ну и больше но мы рассмотрим это рнк рибонуклеиновые кислоты это днк дезоксирибонуклеиновые кислоты это белки и давайте мы посмотрим что такое вторичная структура первичная это просто набор мономеров вот линейная последствия мономер все эти биополимеры они линейные линейные гетерополимеры гетерополимеры обозначает что они состоят из разных мономеров рнк состоит из четырех ну иногда там дополнительно какие-то вписываться днк состоит из четырех нуклеотидов белки состоят из 20 типов аминокислотных остатков соответственно вот как она стоит стоит вот вот эта вот последовательность мономер да это первично что же такое вторичный вторичная структура этом информационные изменения главной последовательности биополимера что такое конформация конфигурация рассказал здесь такой главной последовательности тут как как бы вот эта биомолекула полимер вот эта цепочка найдет вот это есть главные последствия вот она как-то сворачивается вот это вот свертка она основана на конформационных вращениях соответственно вот вторичная структура она как бы основана на вот таких вращениях и создает вот из-за того что обращается разные части биополимеров разные мономеры могут друг с другом соединяться в основном используются связи связи какие используются для этого водородные вандер вальса и разные другие в основном водородные прям вот в основном как оно происходит так это естественно это скорее в белках так в вторичная структура рнк достаточно просто давайте мы вот рассмотрим разные какие бывают структуры в разных биополимер да вот у рынка достаточно просто вспомним что у нас есть четыре типа четыре типа нуклеотидов которые там бывают это а г.ц. и у а г.ц. по алфавиту а ц г.у. а ц г.у. вот г.ц. друг другом соединяются и а у другом соединяются и соответственно получается что вторичная структура рынка это вот а вот это вот первичная структура идет а потом она вот так вот раз 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 очень часто любит рисовать вот такие вот петельки и потом вот здесь вот они как-то соединяются вот эти вот связи вот эти вот пять связей которые я обозначил да это не что иное как комплементарные ну комплементарные связи так так назовем что такое комплементарность я рассказал здесь то есть допустим вот этот вот у нас нуклеотид это аденин а вот этот нуклеотид это соответственно урацил и они друг другу присоединяются вот этот вот допустим это то цвет один этот соответственно гуанин и так далее то есть вот находится так в первичной структуре рнк именно речь идет об рнк находятся вот такие две последовательности которые комплементарны друг другу и они присоединяются как маг при магнической получается вот такая вот петелька эти петельки очень важны кстати в выполнении функций рибонуклеиновых кислот что за вторичная структура днк речная структура днк это всем известная спираль днк спираль которая соединена как это у нас комплементарные тоже штуки то есть у нас там те же самые нуклеотиды только вместо урацила в днк используйте мин и они также комплементарно связывать друг с другом c всегда связаться с g и а всегда связаться с т и соответственно нас есть 5 прайм 3 прайм здесь соответственно 5 прайм 3 прайм и вот эти цепочки связываются есть большое количество особенностей какие там бывают днк а а тип б тип в эти входят еще c и d тип еще есть спираль которая в другую сторону закручена это z тип но все это сводится к тому что вот это первичная структура до первичность прошу прощения вторично вот она тут у меня нарисована футболочки так и собственно белок белки это наиболее такие хитрые биополимеры и у них вторичная структура состоит из из разных типов штуковин штуковин назовем это значит эти эти штуковины разделяются на два больших типа это спирали и листы и листы значит что такое листы ну их обычно называют бета-листы они в общем то только есть бета-листы бета-структуры а это вот идет белок вот у нас некая первичная структура этого белка то есть это нуклеотин аминокислотные остатки здесь был получается такой поворот и вот так вот она идет и вот здесь вот у нас эти самые водородные связи вот даже давайте их другим фломастером обозначу синим вот между аминокислотными остатками появляются такие связи это именно водородные связи получать такие складки то есть они вот так вот такие вот это плоские штуки плоские соответственно что там происходит вот эти вот бета-структуры они вот здесь вот заворачиваются тут тоже такие аминокислотные остатки вот они важны они небольшого радиуса они могут повернуть практически на 180 градусов так какие бывают еще спирали 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 много самое часто используем это альфа-спираль и очень большое количество белков состоит именно из альфа-спирали и бета-листов но бывают еще другие спирали бывают и спирали бывают еще два типа спиралей 1 называется 310 310 спираль спираль это вот так вот закрученная штуковина значит вот что значит вот это вот 310 310 это обозначает что у нас закрутка начинается с третьего аминокислотного остатка то есть 1 2 3 и потом у нас в вот до этого который над ним находится вот здесь вот у нас 10 аминокислотных остатков значит альфа-спираль это 413 но так обозначается да и спираль это 516 ну как вы понимаете как вы понимаете вот чем больше вот это число которое индексом является тем более широкая спираль то есть 310 это очень такая туго скрученная спирали она редко встречается еще более редко встречать с поле пролиновая спираль она очень туго скручена по моему всего лишь один оборот бывает у нее вот она состоит из пролинов пролины которые стабилизированы вандер вальцевым взаимодействием соответственно вот эти вот альпы и спирали они довольно часто встречаются альфа-спираль встречается чаще всего это широкие такие спирали это такая это еще больше сюда широкие спирали и собственно все белки состоят из вот этих вот спиралей и листов в основном как я сказал альфа-спирали и бета-листы и таким образом получается что у нас есть первичная структура белка это набор аминокислотных остатков которые соединены вот так друг другом да но из-за разных внутри молекулярных взаимодействий этих остатков друг другом они начинают скручиваться скручиваться друг другу присоединяться там водородными связями и так далее получается всякие такие штуковины которые у меня падают из рук они скручиваются как оказалось вот в во вторичной структуре белков преобладают альфа-спирали такие загрузочные штуковины бета-листы плоские вот такие вот как бы листочки и они друг другом как бы вот это элементы вторичной структуры то есть весь белок состоит из чего альфа-спираль бета-лист альфа-спираль бета-лист ну ли там перемежается и спиралями полипролиновыми спиралями и так далее то есть вот в основном это альфа-спираль бета-лист альфа-спираль бета-лист иногда бывает какой-то кусочек длинный просто остатки аминокислоты и вот может быть бета-лист вот такой длинный кусочек опять бета-лист вот этот длинный кусочек от как бы просто кусочек не закручены не в спираль не собранный в лист ну вот он такой бывает но обычно это таких кусочков немного они небольшой длины вот это вторичная структура то есть вторичная структура состоит из тоже каких-то элементов в следующий раз мы изучим третичную структуру так что на канал подписывайтесь прямо сейчас ставьте там комментарии лайки все такое и с вами как обычно был роман душкин до новых встреч пока а